Благоустройство Новокуркина проверил на выездном совещании руководитель Химок Владимир Слепцов. Чуть больше месяца назад инициативная группа жителей обратилась в администрацию с жалобой на застройщика. По их словам, район был плохо приспособлен для комфортной жизни, особенно инвалидов и молодых семей. Не хватало детских площадок, пандусов и спусков. Проблему стали решать сообща с властью. На преображение этих дворов дали 4 недели. Результаты, что называется, налицо. Застройщик обустроил детские площадки, сделал пандусы и спуски, высадил деревья. Заметно то, что пешеходная сеть очень эффективно сделана. Именно по просьбе жителей сделаны тротуары и дорожки там, где необходимо жителям. Я думаю, что в комплексе данный микрорайон оживет должным образом. И усилия жителей, усилия администрации, воздействия все-таки на строительную компанию, они дают большой плюс. До конца этого года будут установлены все объекты на детских площадках. А в течение месяца завершится полное благоустройство двора между дамами 68 и 70 по улице Молодежная. Установлены новые мафы, сделаны площадки для детей новые. Роллер-дром небольшой, где детишки могут кататься. Вечером можно прийти посмотреть, там полностью все забито. Все на самокатах, на роликах с удовольствием катаются. Очень красивое оформление сделано. Многоцветное резиновое покрытие, безопасное для детей. В случае падения, соответственно, дети не повредились. Не останется без внимания и социальная оснащенность района. По плану здесь построят еще три детских сада, один из которых на 250 человек сдадут 1 ноября. Также в перспективе появится школа, два физкультурно-оздоровительных комплекса и поликлиника. То, что мы наметили, то, что сегодня жителям было объявлено и сказано, мы в любом случае будем добиваться от строителей для того, чтобы данный квартал был показательным, был примерным и нашим жителям жилось здесь комфортно. В следующем году начнется комплексное благоустройство двора между домами 74 и 76 по улице Молодежная.